Кофейный островок нового формата разместился по адресу Варшавское шоссе 11 в гипермаркете Евроопт. И с первых минут открытия здесь появились клиенты. Информация о проекте не раз становилась темой публикации в сети интернет. Поэтому в областном центре люди ждали появления необычного объекта. Учитывая то, что я сам передвигаюсь в миларидной коляске, для меня это, наверное, составило меньше труда, чем для здорового человека. Ну а так-то очень сложно. То есть это первичное, от чего стоит отталкиваться. Много пробовал кейсов, разные локации. Это же у нас четвертое заведение. И в принципе, когда ты стабильно, стандартно все платишь, ты развиваешься, все развиваются. История открытия кофеин инклюзивной бариста началась несколько лет назад. С той поры, благодаря поддержке компании А1, инициативе учредителя, из одной точки проект превратился в небольшую республиканскую сеть. В Вресте в первый рабочий день обслуживали клиентов два бариста. Для Алексея Сенкевича это было очень ответственно и волнительно. У меня как бы первый рабочий день в Бресте, но не первый в принципе. Я в Минске какое-то время работал. Ну, напряжно. Много камер, много блогеров, телевидение, поэтому тяжело. В принципе, ну, довольно несложная работа. Я уже привык работать, работал, ну, как бы не на одной точке, поэтому для меня это несложно. Людям с ограниченными возможностями очень сложно найти работу, только удаленно. И люди, знающие что-то в компьютерной сфере, ну, то есть руками, человеку, который хочет работать руками, сложно найти работу какую-то. А проект открывает эти возможности и дает возможность. Специально для проекта был разработан уникальный дизайн рабочей зоны. В барную стойку эргономично встроены и кофемашина, и витрина, и касса. Все, чтобы можно было быстрее и удобнее обслуживать клиентов. Кроме ароматного кофе, работники инклюзивного бариста рады предложить гостям целый ассортимент вкуснейших десертов. Ведь каждая покупка – это вклад в одно большое дело. Сегодня мы пришли к первому примеру франшизного бизнеса, который непосредственно предназначен для людей с первой группой инвалидности, в котором они могут себя вполне себе отлично чувствовать, реализоваться и, собственно, зарабатывать деньги. Вот это именно та штука, тот кейс, который может распространяться по торговым центрам, скажем, не только нашей страны. В списке желающих работать в Бресте было несколько десятков человек. После предварительного отбора и личного собеседования пятеро прошли обучение в минских кофейнях. Двое из них решились поменять место жительства, сменив прописку на Брест. И пусть для каждого, кто отважился на такой шаг, новая работа станет точкой отчета новой истории, где будет достойная оплата труда, признание среди коллег и, конечно же, новые эмоции и впечатления.